всем привет с вами маги и это видео блог магазина сникер head сегодня у нас анбоксинг давно мы не делали подобные штуки но сегодняшняя пара я думаю достойно именно такого выпуска потому что речь пойдет о коллабе nike и fear of god лос-анджелесского бренда владельцем которого является джерри лоренцо человек который пришел в streetwear и моду частично из бейсбола частично из ночной жизни лос-анджелеса вообще парень из модной тусовки и частично если так можно сказать из очень богобоязненной семьи почему собственно говоря и название fear of god потому что очень набожный чувак был и есть как я понимаю то можно отметить чем вдохновляется джерри у него есть три как сказать ну неправильно сказать кумира три личности которыми он вдохновляется это курт кабейн потом баскетболист алин айверсон и что самое интересное один из персонажей фильма клуб завтрак это вообще прикольное и круто он довольно таки успешный что могу сказать потому что выпущено всего пять коллекций с тринадцатого года и ни одна из них не было провальной все они были супер популярные практически все на солд-ауте что самое интересное он не выходят с какого-то модного университета дизайна или моды нет он реально человек с отличным чувством вкуса стиля который смог это действительно хорошо продать очень долгое время держался близко к не что собственно говоря и подняла его на новый уровень так на самом деле уже интересно что там внутри вот такая вот у нас коробка и будем наверное сейчас сравнивать реально с изи которые были в первом сезоне которыми он как раз работал потому что переплетение кое-какие есть и в интернете уже есть куча мемов где их сравнивают ну давайте мы посмотрим и скажем свое мнение открываем коробочку здесь у нас сразу появляется такой вот не пакет это сумка двусторонний они они двусторонние она с жирной подкладкой темного цвета а основной материал эта сетка которая пропускает и собственно говоря видно надписи air fear of god и nike fear of god что самое интересное написано в стиле помните надпись fly air fly 89 была модель и там вот вышивка вот в таком же стиле как fear of god то есть они переработали надпись именно под брендинг nike это круто так дальше у нас идет такая история с ништяками нет это не шнурки или пластиковые штучки так можно ли да можно открыть смотреть так шнурки белого цвета и а вот такие лейс локи все брендированы снизу ну такой аксессуар честно сказать но очень стильно упакован поэтому выглядит круто мне нравится этот брелок из какого-то очень жесткого пластика он не гнется здесь написано winter 18 и как я понимаю season 8 3 2 9 1 6 6 ну какие-то цифры не знаю либо это номер пары либо какая-то заныканная история в цифрах мне кажется я думаю что это если перевести как-то эти цифры будет либо фирургат либо какой-нибудь лозунг nike так вот собственно говоря у нас и красотули упаковано все вот такие вот блестящие пакеты так на первое что наталкивает на мысль кроссовки выглядит очень дорого очень дорогие с виду кроссы действительно такие с заявкой на фэшн на крутой ценник выглядит интереснее чем 750 когда я их достал из коробки там я расстроился я помню вот единственное что не очень непонятно почему моменты вот этих креплений не прошиты а просто проклеены но мне кажется это по технологии и при всем при том что я не любитель когда так сделано здесь все довольно таки крепко держится и не остается мысли о том что это куда-то оторвется очень много крутых деталей фирменных nike овских это вот эти петелечки которые в принципе nike использует на многих своих моделей из нитки книта и сюда нашли отличное применение не стали продевать через эту дырочку которая принципе защищена как сказать ну композитным материалом дополнительно обклеена как это nike сейчас любят делать не использовать металл какой-то использовать именно именно технологичные какие-то решения круто также стоит отметить носок из рефлектива то есть когда вы будете идти он будет отражать хотя он ярко не выделяется он опять же с таким напылением и все смотрится органично да и вот этот элемент пластиковый про который я говорил как я понимаю он перекочевал с модели huaracho light это заметно в принципе очень круто и чем выделяются кроссовки джерри это его в фирменный шейп очень узкие то есть практически видите перехода от подошвы к шейпу к носку практически нет он практически идеально скошен за это мне на самом деле очень нравились его и кроссы и ботинки и в этом есть реально такой стильный намек те кто разбираются в шейпах поймут о чем я говорю что наталкивает на 750 и еще это конечно же отсутствие языка это вот этот принцип одевания сапожком и если там была молния сбоку то здесь она более привычно к кроссовкам джерри на его модели тоже часто используют замок сзади и вот такая вот история за 5 ну то есть поддержателем вашего ахиллова сухожилия это круто и тут брендинг такой на замши прорезиненный блин круто выглядит стоит отметить материал потому что кожа очень приятная с напылением такой замши но это кожа вот если продавливать видно текстуру ну что сказать по визуальной части очень все интересно свежо и для модников из л.а. а сам модник из л.а. идеально подходящая модель это вот полностью в их стиле такого межсезон очку ну как раз зима там по их погодным условиям в принципе подойдет и под наши потому что высокие добротные качественные кроссовки из хорошей дубленный такой кожи это всегда супер давайте разберем что здесь по технологиям это как я понимаю зум но зум какой-то непростой и как говорит кость они что-то вроде двойного зума попытались ставить в эти кроссовки для поддержания пяточной части но по ощущениям это безумно крутая амортизация вот когда сдавливаешь видно что работает и визуально оставили специально окошко по которому видно собственно как работает этот зум продавливается все можно посмотреть помимо вот этой супер крутой роскошной высокой модели у джерри выйдет целая коллекция с nike в которой войдет одежда сто процентов еще одни кроссовки потому что они уже были за тизерены в лукбуке более низкая модель с черным сушим но не черным как переливающийся такой и липучкой интересная тоже модель пока не знаю название вот но уже видел ее причем видел ее близко буквально на днях он и тизернул и знаю что будут вторые скайлон и потому что все понимали когда джерри брался за эту коллекцию что скорее всего это будет баскет плотно баскет но не обошел на стороной ретро бег он сам говорит что ему эта модель очень нравилась они тем более давно не выходили поэтому посмотрим что будет вот на эту модель я бы посмотрел как сказать с большим интересом потому что интересно что он сделает именно на спортивной модели как он впишет эстетику этого бренда именно в спортивный силуэт и еще из одежды я бы выделил штаны на клепках это супер круто очень крутые зауженные в его стиле мне зашли так цена на эти кроссовки в мировом ритейлинге будет 395 долларов это круто за подобные fashion коллаб потому что это все-таки street fashion модель поэтому она дешево не может стоить и если начинаете разбирать ценники fear of god там от 1000 долларов он начинается от 800 вот так вот где-то цены на его прямые кроссовки а коллаб с найки это это лимитированная будет очень крутая история поэтому если есть возможность советую присмотреться это такой хороший вклад в свой гардероб а с вами был маги и видео блог магазина сникер хэд не забывайте подписываться наш канал жать колокольчик оставлять свои комментарии как вам модель от джерри лоренса что вы о ней думаете мир